Здравствуйте! Это новости Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. В Махачкале прошла большая сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представили аграрии со всей республики. Девять оборудованных классов для учеников с ограниченными возможностями. Скоро в Ленингкенте заработает коррекционная школа. Золотые и серебряные медали привезли дагестанские грэплеры. В Уфе завершились международные соревнования. Широкий выбор и доступные цены. В Махачкале прошла республиканская сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию смогли представить аграрии практически всех муниципалитетов. Крупные агрохолдинги, тепличные хозяйства региона. Это овощи, мясо, фрукты, молочная продукция и многое другое. А самое главное, по словам организаторов, жители имели возможность приобрести экологически чистую продукцию по выгодным ценам. Организаторами мероприятия выступили Министерство сельского хозяйства и Министерство промышленности республики. С 1 сентября оклад педагогов в Дагестане вырастет на 3 тысячи рублей. Такое решение было принято председателем правительства Абдулпатахом Амирхановым. Постановление распространяется на образовательные организации, находящиеся в ведении Миноборреспублики. Последовать примеру советуют и муниципальным образованием. Более 40 сирот и остро нуждающихся детей Кайкенского района получили помощь в рамках акции «Собери ребенка в школу». Наборы учебных принадлежностей вручили в Рио министр образования и науки Дагестана Ехья Бучаев и председатель движения «Матери России» по Махачкале Сефежат Магомед Расулова. Дети получили портфели, констовары и сертификаты на одежду. Кроме того, для ребят накрыли стол, организовали танцы и конкурсы. Основная цель данной акции – это привлечение внимания общественности к проблемам неблагополучных семей, оказание адресной помощи школьникам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Столярное дело, компьютерный класс и кулинарная мастерская. Скоро ученики коррекционной школы в Ленинкенте смогут сделать шаг к своей будущей профессии. В учреждении оборудуют 9 классов, в которых дети с ограниченными возможностями смогут получить дополнительное образование. Подробности у наших коллег. «Мы работаем стабильно с 8 до 6 вечера. Работаем стабильно. И мы по сроку успеваем. Ремонт классов и мастерских здесь на стадии завершения. После того, как кабинеты оснастят современным оборудованием, работать педагогам станет гораздо легче. Теперь благодаря проекту «Современная школа» дети с ограниченными возможностями смогут выбрать себе будущую профессию. «Умещаетесь в сроки? Когда будут завершены работы?» «Сроки мы практически умещаемся. Плюс 5-6 дней. До конца следующей недели мы думаем завершить работу, закончить. Очень доволен, потому что сроки на самом деле были сжатые. Мы подгоняли наших мастеров, но очень громадные, быстро они выполняют свою работу, поэтому мы довольны». Под дополнительное образование здесь отремонтируют 9 классов. На эти цели государство выделило около 10 миллионов рублей. Руководство школы отмечает, такие инициативы очень полезны. В учреждении обучаются около 200 учеников, и им необходимо развиваться. «Так как дети с ограниченной возможностью, для них что важно? Чтобы дать какой-то стимул жизни в дальнейшем, хоть чему-то научиться. Мое личное мнение для наших детей – это будут совершенно другие классы, другие помещения. И я рад, что мы попали в эту программу именно на современные школы». Отметим, что это не единственная школа, которая подверглась модернизации. Так, по проекту новым оборудованием оснащены еще и специализированные учреждения в Маграмкенском и Карабудахкенском районах. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новый СННТ, Махачкала. Двое погибли и двое ранены в результате аварии в Тарумовском районе. Накануне на автодороге Кизляр-Тереклимик ТЕП «Тойота Камри» под управлением 24-летнего жителя села Невского столкнулась лоб в лоб с «Жигули» под управлением 39-летнего жителя села Кайкент. В результате ДТП водитель «Жигули» погиб на месте, а 24-летняя пассажирка автомобиля «Тойота» скончалась по дороге в больницу. Остальные с различными телесными повреждениями доставлены в центральную больницу Кизляра. Сотрудники полиции собрали материал для принятия процессуального решения по данному факту. На дорогах республики увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. По словам сотрудников ГИБДД, одной из сопутствующих причин некоторых автоаварий становится аномальная жара. Снижение реакции из-за высоких температур может наблюдаться не только у водителей, но и у пешеходов. Заблаговременно стоит проверить техническое состояние автомобиля, электронику, систему кондиционирования и охлаждения, чтобы избежать закипания авто на дороге. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения, особенно пребывающих в республике, к качеству туристов и гостей, быть предельно внимательнее на дорогах. А водителям не ездить в утомленном и сонном состоянии, не увеличивать скоростной режим, учитывать особенности жаркой погоды. Обязательно возите в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно если в салоне находятся дети. А также добавьте в аптечку необходимые лекарственные средства. Правильно выбирайте время для длительных поездок. Лучше всего их совершать либо рано утром, либо вечером, когда жара спадет. Добрых и безопасных вам дорог. Люди требуют света. Жители центра столицы, оставшись без электроэнергии, на несколько суток вышли на улицы. Сколько дней мы должны потерпеть еще, чтобы спокойно этот вопрос решить? И больше, иначе, следующий раз. Мы уже не милицию не побоимся, ничего, уже выйдем на улицу, нам уже все равно. Уже знаете, как надо прохладиться. С запасом, я говорю, где-то три дня. На территории муниципалитета увеличилось количество отключений электроснабжения, отмечает в УЖКХ города. Один из проблемных участков находится по проспекту Расула-Гамзатова, 64, где за три недели произошло три аварии и пожар. Гарантирующим поставщикам электроэнергии, филиалам ПАО Россети Северный Кавказ, по каким-то причинам обязательства выполнены не были. В этой связи Салман Дадаев дал поручение начальнику УЖКХ установить новую трансформаторную подстанцию мощностью 1000 кВт и согласовать с жителями место установки агрегата. Мы с отсутствием реакции гарантирующих поставщика Дагенерго. Глава города поручил выделить для данных домов на квартирных и частного сектора трансформатор 1000 кВт. Этот трансформатор готов к установке, он лежит новый. Единственная такая договоренность была, сейчас определяют место, именно инициативная группа от жильцов, все как место подберут, там 9,3 на 3, 9 квадратных метров для установки трансформаторной подстанции. Вот данный вопрос обговорят жильцами и сразу же Дагенерго обещает его установить. Хочет что-то сделать. В свою очередь Сергей Меликов отметил, что износ оборудования в столице не решится одним новым трансформатором, а устранить проблемы с электроснабжением в республике необходимо до начала зимы. Документы с просьбой принять неотложные меры были направлены к курирующему вице-премьеру страны в Минэнерго России и в ПАО Россети. Победой российской сборной завершилось в Уфе первенство мира по грэпплингу. Традиционно весомый вклад в общий командный успех внесли дагестанские грэпплеры, особенно воспитанники молодого наставника Иссы Карасанова, завоевавшие на турнире две золотые и две серебряные медали. Триумфаторов мирового первенства в Махачкалинском аэропорту ждал теплый прием, многочисленные поздравления от родных и близких. Уступление учеников практически, можно сказать, доволеннее. Хороший результат показали. С одного клуба два золота, два серебра – это очень хорошо. Можно сказать, единственный клуб, который дал из Дагестана – два золота, два серебра. За плечами молодого грэпплера Магомед Мухтара Гусейнова немало побед, но в столице Башкирии он добился самого значимого успеха в спортивной карьере на данный момент. Ничего, поехали в Уфу на первенство мира, поборолись, заняли первое место. Я провел три поединка на своей весовой категории. Самое тяжелое, вторая схватка была, чуть тяжело было, но мы справились по воле Всевышнего. Золотой медаль престижных международных соревнований привез домой и Исмаил Мугутинов. Моей целью было выиграть чемпионат мира уже, который год я хотел выиграть чемпионат мира, и по воле Всевышнего мне это удалось. В общем, провел пять поединков, четыре выиграл, не дав ни одного балла. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова